Доброе утро, дорогие братья и сестры! Рад всех видеть в Доме Божьем, в присутствии Божьем. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте поблагодарим наших певцов, музыкантов за хорошее помазанное поклонение. Слава Богу, слава Богу! Дом, где бы ни был, кого бы ни посещал, всегда тянет домой. Что такое дом? Это стены, это территория. Нет, дом это не стены и не территория. Дом это люди. Аминь. Если всех людей перенести куда-то в другое место, то, в общем-то, дом может стать и в другом месте. Аминь. Пусть Бог вас благословит. Я верю, что в начале Нового года, после поста, у нас будет какое-то особое благословение. Аминь. 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 И я верю, что год служения, он ознаменуется тем, что даже те, кто не хотел служить, начнут. Жатвы, ее всегда много. Делателей, их всегда мало. Мало. Я всегда вспоминаю анекдот про Януковича. Говорят, Виктор Федорович, вы могли бы быть президентом Украины? Да. А России? Да. А Европы? Да. А Америке? Он говорит, на Америку нет, потому что Донецких на всех не хватит. Ну, я думаю, что Першитравенский хватит на всех. Главное, чтобы каждый хотел стать служителем Божьим. И люди поедут проповедовать дальше, служить, открывать новую церковь, новое служение. Это воля нашего Господа. Он сказал, идите по всему миру. Проповедуйте, идите, идите. Иисус ходил, Павел ходил, Авраам ходил, Моисей ходил, Иаков ходил, Исаак ходил. Все ходили, и ты пойдешь. Раз ты Божья дичьо, надо идти. Библия говорит, идите и проповедуйте Иван Илья. Аминь. Хорошо, давайте откроем свои Библии. Посмотрим второе послание Тимофея. Сегодня я буду много читать, поэтому очки взял. Ульфа Экмана спросили, ты что в очках? Он говорит, чтобы лучше дьявола видеть. Второе Тимофея, вторая глава, 16 стих. Ну, можно с 15 стих. Старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. Непотребного пустословия удаляйся, ибо они, ну, пустословы, еще более будут преуспевать в нечестии. Слово их, как рак, в другом переводе, как гангрена, будет распространяться. Таковы и Миней и Филит, которые отступили от истины, говорят, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божье стоит. В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Последний стих прочитаю в современном переводе еще раз. Кто достигает чистоты и делается сосудом изящным, тот обретает новое качество на пользу хозяину. Пригодность ко всякому лучшему наполнению. Давайте скажем, лучшее наполнение. У тебя в жизни может быть лучшее наполнение. Аминь. Твоя жизнь может быть наполнена чем-то лучшим. Лучшим, чем ты наполнен сейчас. И у Бога есть для тебя лучшее наполнение. Более того, скажу, Он ждет, когда Он может тебя наполнить. За Ним не заржавеет. Если Он приготовил для тебя наполнение, Он хочет тебя наполнить чем-то лучшим. Толкнись за тело, скажи, не спи. Бог для тебя наполнение приготовил. Аминь. Что-то лучшее. Аминь. Пастор, ты все обещаешь, обещаешь. Во мне нет проблемы. Сам Бог обещает. Он приготовил для нас великие и драгоценные обетования. И одно из этих обетований, Он говорит, ты будешь иметь лучшее наполнение в своей жизни. Дары будут. Помазание будет. Деньги будут. Радость будет. Здоровье будет. Аминь. А у семьи нет, семья будет. Это тоже наполнение. Лучшее. Ну что говорит Библия? Знаете, всему есть предыстория. И на все есть условия. На все есть условия. Павел говорит, слушай, постарайся представить себя Богу неукоризненным, чистым человеком. С чего начинается нечистота. Нечистота начинается с того, что человек говорит. В начале было слово. В начале было слово. В начале любой победы было слово. В начале любого поражения тоже стоит слово. Пустословы. Вот почему Библия говорит, что пустословы. Пустословы. Это люди, которые говорят пустые слова. Пустые слова. И эти пустые слова, они могут быть как рак. В другом переводе. Как гангрена. Пустые слова. Знаете, что такое пустые слова? Это когда человек говорит что-то, что он до конца не имеет в виду. Да? Он даже не имеет это в виду, но он это говорит. Я вчера позвонил Андрею Коваленко. Он говорит, такое свидетельство было в церкви. Говорит, парень, мальчик, начал лысеть. Волосы выпадают. И знаете, как это? Плеж, плеж, да. Плеж, говорит, плеж. Вот просто выпадают. Лечили по всем больницам, по всем профессорам, докторам. Ну, Днепропетровск, Непершитраевск. И все выпадает, 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 выпадает. и никто ничего не может сделать. Мажут, колят, таблетки едят, выпадает, 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 выпадает. И говорит, мама пошла в пост на пять дней и молилась. Молилась, 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 молилась. И вдруг Бог в духе вернул ее назад в детство, когда этот мальчик вообще маленький был. Просто вернул ее. Знаете, иногда мы про себя забываем какие-то вещи, а Бог нам их напоминает. Для чего напоминает? Чтобы решить твою проблему. И говорит, я начал вспоминать, чтобы ребенок не попросил. Я всегда говорил, а не облезешь? А не облезешь? А не облезешь? Конфетки, а не облезешь? Игрушку, а не облезешь? Я не думаю, что она имела в виду. Но Библия говорит, что пустослов он уязвляет. Слово пустослово может быть как что? Как рак. Как гонорена. Он не имел это в виду. Но дьявол это имел в виду. Знаешь, ты не имеешь в виду то, что ты говоришь. Многие люди болтают, что попало? Что попало? Они не имеют это в виду. Они просто говорят, говорят, говорят. Она покаялась. Попросила у Бога прощения. Отреклась от этих слов. И знаете, у него выросли волосы. Полностью выросли волосы. Его вывели на сцену. Библия говорит, пустослово уязвляет. Библия говорит, что в большом доме а мы строим большой дом. Я говорю, новое поколение это большой дом. Некоторые люди, они не могут жить в большой церкви. Они говорят, вот тут столько народа и люди там разные есть. Да, Библия об этом говорит. Что в большом доме люди разные. Знаете, что я вам больше скажу? В большом доме больше правил. В маленьком доме нет правил. Там каждый, что хочет, то и делает. А в большом доме много правил. я хочу сказать, мы строим большой дом. Мы не строим маленький дом. Такую, знаешь, хижину дяди Тома. мы строим дворец. Аминь. Нас будут десятки, сотни тысяч. потому что жатвы много. Нас будут десятки, сотни тысяч людей. мы будем строить большой дом. Ну, в большом доме. В большом доме. Он теми отличается, что там сосуды разные. Есть деревянные. Смотришь на него. Деревянный. Дуб дерева. Есть глиняные. Есть серебряные. А есть золотые. И Библия говорит, кто будет чист от сегво? Сегво это что? А? От сегво кто будет чист? Да. Кто будет чист от сегво? Кто от сегво будет чист? От чего сего? От сего. Тот станет сосудом, в чести и в современном переводе и будет иметь лучшее наполнение. Ты понимаешь, что ты решаешь, что тебе говорить, а что тебе не говорить? Ты решаешь. мы не управляемся пультом. Такой пульт сделали. Сидишь дома на кухне. Ой, пастор вообще оборзел. Уже так редко в церкви появляется. И тут сразу пульт включается и на язык электричества идет. Не буду говорить. Язык электричества пошло. Нет. Ты говоришь, что хочешь. Что хочешь говоришь. Ты знаешь, вот какой-то старый анекдот. Говорит, миска далека, но зато галкать разрешают. Свобода слова. Свобода слова. И люди говорят, 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 говорят. Вы заметили, что сейчас все телевизионные программы, они сводятся к тому, что все говорят. А в одной и той же вещи все говорят по-разному. Где правда? Где правда? Знаете, Иисус, Он сказал, многое имею сказать. Скажи следую. И я тоже. Я тоже имею многое сказать. Когда ты живешь на земле среди людей, ты многое имеешь сказать. Аминь. На базар сходил, уже многое можешь сказать. Телек посмотрел, уже многое имеешь сказать. С кем-то пообщался, уже многое имеешь сказать. Иисус говорит, многое имею сказать. Многое. Но не говорю. Почему? Потому что отец мой не говорит. Хочешь правду говорить всегда? Говорит то, что говорит Библия. Вот это будет правда. Вот это будет правда. Пастор, ну, как можно так? Это что? Надо так просто даже своих слов никаких не говорить. Знаете, я недавно читал проповедь Конета Хейгена. Он говорит, я, я, говорит, поехал в одну церковь, где проповедовал один евангелист. Этот евангелист сказал, я думаю, я думаю, я думаю, я думаю. И потом, когда он хотел, чтобы люди спаслись, исцелились, освободились, никто не спасся, не исцелился, не освободился. И Конета Хейгена говорит, я понял одну вещь. Не надо говорить, я думаю. Надо говорить, Библия говорит. Если ты хочешь говорить правду, говори то, что говорит Бог. И Библия говорит, кто будет чист от всего, то есть, кто изменит свои уста, тот станет сосудом в чести и будет иметь в жизни лучшее наполнение. Библия говорит, что от уст наполняется дом, наполняется богатством, наполняется чрево. От уст. Это кажется, не важно, что я говорю, это никак не меняет мое материальное, мое духовное состояние. Люди так думают, не важно, что я говорю, это никак не меняет ничего. То, что ты говоришь, очень многое в твоей жизни меняет. Может, потому что ты, потому что ты нищий, что ты наговорил на себя. По природе-то ты, может, миллионер, внутри. А ты наговорил на себя. Денег нет, работы нет, того нет, всего нет, пятого нет, десятого нет, ничего нет. Да не могу я, да не хочу я, да не буду я, да не получится у меня. Может, потому так и есть в жизни. Библия говорит, ты опутал себя словами у своих. Связал, связал себя. Наговорил, связал себя. Взял, наговорил, связал себя. Связал себя своими словами. Библия говорит, кто будет чист от всего, тот станет сосудом в честь. Пустослов. Люди говорят вещи, которые не имеют в виду. И они говорят то, что они не имеют в виду, а это то, что они не имеют в виду, начинает случаться в их жизни. Пустослов. Это одна только болезнь нашего языка. Я говорю, это только одна болезнь языка. У языка, как куча болезней. Куча болезней. Есть пустословие. Есть еще один такой грех, называется многословие. Многословие. Знаете, что я замечал? Люди, которых Бог возвышает, которых Бог поднимает, с них трудно вытянуть слово. Они в основном молчат. Да? Потому что в многословии не миновать греха. Будешь много говорить, обязательно согрешишь. Библия говорит, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. А кто не согрешает в слове? Яков говорит, слушайте, это много мы братья согрешают. Много. И начинаются все наши грехи со слов. Знаете, есть люди наговорили, ты говоришь, я надумал. То, что ты надумал, это половина проблемы. Пока то, что оно в тебе в голове, это еще никто не видит, никто не знает, никто не понимает. и то, что в голове еще никто не может использовать. Знаете, если в твоей голове появились плохие мысли, это никто не может использовать. Но если твои мысли выразились в слова, жизнь и смерть во власти языка. Все. Дьявол тут как тут, он говорит, опа, ты это сказал, я начинаю работать. как семьи разрушаются наговорили как отношения разрушаются наговорили эти человек уходят церкви почему он сидел дома месяц говорил 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 эти такие сякие эти такие сякие то такой сякой с окна дует музыка громко свет ярко стула твердое это воняет это пахнет это неправильно это говорил 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 говорили есть вещи которые уже необратимы когда люди наговорили друг на друга стока все уже нельзя это повернуть назад уже ты их не соединишь приходит муж и жена и ты понимаешь они столько уже гадости друг на друга наговорили ты не можешь это уже возвратить все слова разрушили их жизнь слова разрушили их отношения пустословий многословий не миновать греха апостол пётр говорит кто любит жизнь скажите я люблю тебя жизнь я люблю тебя жизнь люблю тебя жизнь вы любите жизнь или нет да мы все любим мы даже сухарики любим после поста сухарики сухарики а жизнь прекрасно даже сухарики могут тебя сделать счастливым аминь один мне брат рассказывал говорит говорит я постился 40 дней и потом говорит после 40 дней вот так пошел открыл холодильник а там баночка стоит солененькими огурчиками солененькими огурчиками я вот так говорит вытянул этот огурчик вот так смотрю я так откусил он так рассказывал я никогда с такой стороны на зеленые огурцы не смотрел это было просто откровение о соленых огурцах это я не знаю это была какая-то ода соленым огурцам стих можно было бы написать поэму песню о соленых огурцах послушайте жить хорошо аминь жизнь надо любить надо жизнь любить в жизни много прекрасных моментов да в жизни очень много хороших вещей чашка кофе ребенок который улыбается погода снег отсутствие снег жарко и холодно тоже хорошо кто любит жизнь и библия говорит хочет видеть лучшие дни аминь лучшие дни лучшие дни у нас будут лучшие дни я говорю у тебя будут лучшие дни ты еще свои лучшие дни не видел ты увидишь свои лучшие дни аминь а я лучшие дни оставляю себе у тебя будут лучшие дни miles у твоих детей mamy будут лучшие дни у тебя будут в финансах лучшие дни ты форекс ну были когда-то лучшие дни не живи прошлым библия говорит кто хочет видеть лучшие дни удерживаем Убивай уста свои, язык свой от лукавых речей. Хочешь видеть лучшее? Удерживай. Удерживай. Потому что кроме многословия и пустословия, мы еще ведемся на клевету. Библия говорит, что клевета, это как лакомство. Почему нам интересно слушать? Ты не задавал себе вопросом, да? Почему тебе интересно слушать какую-то гадость, особенно о каких-то больших людях? Почему? Есть что-то дьявольское в жизни каждого человека. Нам хочется услышать какую-то плохую сенсацию. Когда учат этих корреспондентов, журналистов, три С, да? Скандалы, смерть, сенсации, да? Сенсации, скандалы, смерть. Три вещи. Если ты хочешь быть успешным журналистом, пиши об этих трех вещах все время. Они не учат. Если ты хочешь быть успешным журналистом, пиши, что у кого-то здоровье появилось, кого-то вылечили, кого-то, значит, какой-то дом где-то построили, где-то что-то там завод открыли, где-то какую-то фирму открыли. Слушай, никто не говорит, пиши об этом. Говорят, ну, найди скандал. Как только там падает какой-то самолет, падает самолет, сразу сто заметок, сто заметок. И все читают, 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 читают. Все хотят знать, что такое скандал. Потому что Библия говорит, что клевета – это как лакомство. Лакомство. А кто знает, что когда много лакомства, то сдохнуть можно. Много лакомства нельзя. Кашу кушай. Кашу кушай, чтобы жить долго. А ты лакомства – и там, и там, и там, и там. Нажрался конфет рошеновских. Потом конфеты на лице, в прыщах повылазили. Везде конфеты. Все обсыпало, все засыпало. Объелся лакомство. Да, Библия говорит, это как лакомство, клевета. Но знаете, что дьявол – клеветник. И если ты слушаешь клевету и еще ее передаешь. Что такое клевета? Это, во-первых, непроверенные данные. Когда мне кто-то, когда мне кто-то начинает рассказывать, что я думаю и что я делаю. Меня это всегда удивляет. Я говорю, послушай, почему ты лучше знаешь меня, что я думаю и что я делаю? Ты хочешь узнать, что я думаю и что я делаю? Ты спроси у меня, что я думаю и что я делаю. Что ты лучше меня знаешь, что я думаю и что я делаю? Клевета. Дьявол – клеветник. Он забрасывает фейки. Особенно он любит забрасывать фейки в церковь. Пусть не молятся, не исповедуют слово, не евангелизируют. Пусть они сейчас об этом поговорят. Знаете, я всегда очень бережно относился к Першедрайонской церкви. И никогда то, что в христианском мире творится, вам не рассказывал. А теперь вы сами все читаете. Потому что вы все в Фейсбуке, в интернете. Вы сами все выискиваете, читаете. Знаете, вот эти новости о том, что там 20 человек покаялось, 50 человек покаялось, 100 человек покаялось. Это пропускается быстро. Зато когда что-то кто-то где-то как-то порой мирно жить не хочет. Сразу раз. Перепостили. Пообсуждали. Рассказали, что и почему произошло. Рассказали, как произошло. Подожди. А ты уверен, что то, о чем ты сейчас рассуждаешь, это правда? Не являешься ли ты передатчиком сегодня клеветы? Библия говорит, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в честь. Знаете, сосуды разные есть. Библия говорит, для высокого употребления, для низкого. Бог хочет, чтобы ты был для высокого употребления, чтобы дать тебе лучшее наполнение. Бог этого хочет. Поэтому апостол Павел говорит, не говори в сердце своем. Не говори. Понимаешь? Есть вещи, когда надо промолчать. Удерживай свои уста. Они так и просят. Что ты сделал сейчас? Удержал уста свои. Да. Знаете, есть слова роковые. Да. Бог говорит, Моисей, скажи скале, чтобы она дала воду. И он приходит, они там ропщут, ропщут, ропщут. И Библия говорит, они огорчили его дух. И он не выдержал, психанул. Говорит, что вам сейчас, со скалы дать, что ли? Зачем сказал это? Зачем это сказал? Бог ему говорит, ну все. За вот эти слова, ты в обетованную землю не пойдешь. Не пойдешь. Ты сказал то, что разрушило твое будущее. Ты сказал то, что разрушило твое будущее. Ложь. Ложь. Знаете, что дьявол отец лжи? Знаете, есть такое понятие? Кто-то рассказывал, что по отчетам американских евангелистов все бывшее СССР спасено уже четыре раза. Они ездили, проповедовали и писали отчеты. Покаялась тысяча, десять тысяч, сто тысяч. Пока это до Америки доходило, там кто-то еще добавлял, 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 добавлял. Знаете, мы иногда, иногда люди любят добавлять какую-то ерунду. Научись говорить правду. Правда? Да, правда. Слушай, правда это не болтать, что попало. Знаете, есть люди, они говорят, а я правдолюб. Я что вижу, то и говорю. То есть, ты считаешь, если ты болтаешь направо и налево, то это ты правдолюб. Потому что, чтобы говорить правду, надо сначала убедиться, что это правда. Да. Пока ты не убежден, не надо этого говорить. Потому что, кроме лжи, есть еще один грех языка. Опрометчивость. Опрометчивость. Неправильное осуждение. Библия говорит, видел ты человека опрометчивого. На дебила больше надежды. Да. Ты же дурак, хоть все знают, что он дурак. А когда умный человек начинает какую-то ахинею нести, эй, ты что говоришь сейчас? Опрометчивость. То есть, неправильное осуждение. Почему Библия говорит, не судите никак, пока Христос не придет. Потому что можно таких заключений наделать. А Библия говорит, что человек за каждое праздное слово в день суда даст отчет, кто будет чист от сего. Пошли соглядатые посмотреть землю. Двенадцать человек. Возвратились. Моисей спрашивает, говорит, ну, что вы видели? Что видели? Иисус Навин и Халин говорят, вот так все класс. Земля хорошая. Виноград там вот такой. Поля вот такие. Молоко и мед течет. Короче, идем и завоевываем. И тут, знаете, десять правдолюбов. Десять правдолюбов. Что опять нас Моисей дурит, да? А я молчать не буду. Я вот сейчас вот скажу все, что я видел. Вот так вот скажу правду матку. И потом пусть что будет, то и будет. Пойдем, завоюем. Я вам сейчас расскажу, что с вами будет. И начали говорить правду. В кавычках. Знаете, из-за того, из-за того пословицы, да? У каждого правда своя. Они начали говорить свою правду. Свою правду. Свою правду начали говорить. Свою опрометчивую правду. Они начали говорить свою опрометчивую правду. Свою опрометчивую правду начали говорить. Да? С чего начинается падение? Со слов. Когда люди говорят свою опрометчивую правду. Да. Можно, сидя на кухне, так наговорить на эту церковь, что потом тебе будет, как это сказать культурно? Нету культурного слова. Ты дома так наговорил на эту церковь, что теперь у тебя совести не хватает ее порог переступить. Самое страшное, что наговорил-то в опрометчивости своей, до конца истины не зная, до конца не понимая многих вещей. Знаете, эти десять, они до конца истины не знали. Иисус Навин и Халеб, знаете, Иисус Навин, Иисус Навин, он с Моисеем был постоянно. Постоянно с Моисеем ходил. Он был верный человек. Да. Моисей на горе с Богом встречается. Народ внизу пьянствует, а Иисус Навин посередине. У нас же как люди. Вчера пьянствовал сегодня, говорит, все, решил, буду Богу служить, поставьте мне нибудь пастырем. Уже все, решил я, решил. Вчера, вчера уже иголку вытянул, все, перестал колоться. Все, давайте, поставьте мне нибудь пастырем. Я уже решил, все, уже, надоело колоться, пойду работать в полицию. Надоело колоться, пойду пастырем пойду. Иисус Навин сорок лет. Ни с теми не бухал, ни с Моисеем, с Богом не встречался. Где-то по центру. Он знал Моисея. Он знал откровение. У него было больше знаний, поэтому он говорит, мы сейчас пойдем эту землю, мы ее завоюем. Вообще нет проблем, нет проблем. Да, я иногда ставлю наших бухгалтеров в тупик. В тупик, в полный тупик. А как это будет? Дух Святой найдет тебя. И сила Всевышнего осенит тебя. Как-то так. Как это будет? Мы не знаем, как это будет? А я молчать не буду. Я сейчас всю правду скажу. Там не только виноград. Там сыны Енакиевские. Здоровые такие. Мы когда себя начали с ними сравнивать, мы как кузнечики были в глазах. Кузнечики, кузнечики. Как саранча. Мелкая. Мы вот такие были. Мы правду, мы всю правду хотим сказать. Всю правду. Потому что тут никто у тебя пастырь, я тебе сейчас всю правду скажу. Тут вот эти вот першотравенские возле тебя тупые сидят. Тебе же никто из них правду не скажет. Да. Никто из них правду не скажет. Потому что они знают, что правда другая. А тупые не першотравенские, а ты тупой. Потому что ты ничего не знаешь. Ты ничего не соображаешь. Ты вообще в обитованную землю случайно попал. Случайно попал туда. Как ты туда попал вообще? Кто тебя сюда взял вообще? Как ты тут появился? Ой, пастырь, это у тебя вот команда вся твоя слабовольные люди. Все, что ты им говоришь, они вот так вот не думают, даже не рассуждают. Вот так все делают, вот так все делают, вот так вот все не рассуждают, вот так вот все и заходят прямо в эту обитованную землю, во все, и прямо завоевывают ее. Бессовестные такие. А мы правду знаем. Мы знаем правду. Мы видели. Что вы видели? Сыновьи на киевских. Здоровых таких. У тебя тут, знаешь, у тебя тут сельские люди тут такие, вот тут першедранские, селюки такие, знаете, они же без IQ. Они же никто не рассуждает ничего. Они вот что скажешь, то и делают, туда и идут. А мы умные. Мы острые образования. Поступи куда-нибудь в четвертое. Как раз осталось минут 20 до психиатрии. пополни свой IQ. И они решили правду сказать. Правду сказать. Они сказали правду. Бог говорит, все. Что вы говорите? Убьют вас? Убьют. Вы знаете, Бог нас не проклинает. так как мы сами себя проклинаем. Ни Бог, ни дьявол не могут так. Мы там погибнем. Он говорит, да. Как вы сказали, пусть будет так. Как вы вот это себе спророчествовали? А два мужика вот эти Иисус Навин и Халев они вас переживут. Почему? Почему они переживут? Почему они не умрут? Почему они будут жить? Потому что у них другой дух. Знаете, Иисус Навин и Халев они тоже этих Енакиевских видели? Аминь. Они их тоже видели. Они тоже эти проблемы видели. И может быть, Иисусу Навину и Халеву тоже хотелось что-то сказать правду. Правду. Но они решили сказать не правду человеческую, человеческую, а правду Божью. Они решили сказать то, что говорит Библия. Они решили сказать то, что говорит Библия. Они решили сказать то, что им говорил Моисей, то, что им говорил Бог. Они сказали слова веры. И Бог сказал, вот эти не умрут, вот эти два не умрут, они пойдут дальше. они будут сосудами в честь. Для их жизни будет другое наполнение. Скажи, другое наполнение? Другое наполнение. Они правильные слова сказали, у них будет другое наполнение в жизни. Я им землю дам. Я им уделы дам. Я им будущее дам. Я им все дам. За что? За то, что они удержали свои уста от лукавых речей. Они удержали свои уста от каких-то неправильных слов. Они увидят лучшие дни. Удержали – увидят. Не удержали – не увидят. Знаете, что такое крест? Это научиться удерживать свои уста. Это нелегко. трудно промолчать там, где хочется сильно сказать. Трудно не высказать свое мнение, если у тебя это мнение есть. Но мудрость заключается в том, чтобы в твоих устах звучало то, что звучит в Божьих устах. Иисус сказал, что многое могу сказать. Многое могу сказать. О, пастор, я про эту церковь могу столько рассказать. Павел столько знал про коринфян. Столько знал. А когда письмо пишет, говорит, «Святым и избранным в Господе». Столько мог сказать. Такие-сякие. И там вот так. Он говорит, не-не-не. «Святым и избранным в Господе». Почему? Если ты хочешь быть засудом в чести, начни со слов. Начни со слов. Знаете, как наркоманы в наркотики возвращаются? Они начинают вспоминать прошлые свои слова. И первое, что они начинают употреблять, это прошлые свои слова. Прошлые слова. Прошлые слова, которые они употребляют тогда, когда они были наркоманами. Вот все со слов начинается. Со слов начинается. Все проблемы начинаются со слов. То, что ты сегодня сказал, то завтра начнет происходить в твоей жизни. Вот почему Библия говорит, что если я хочу видеть лучшие дни, в лучшие дни. Тебе надо разобраться со своим языком. Библия говорит, кто будет чист от сего, будет чист от сего, тот станет сосудом в чести. И для его жизни будет лучшее наполнение. Знаете, ты видишь человека, чье наполнение десятилетиями не меняется. Все одно и то же. Почему? Потому что не меняются уста, не меняются слова. Люди полны осуждения, клеветы, лжи, пустословия, многословия. И когда сидели за столом с епископом, да, гомнился. И кто-то спросил его за одного африканского пастыря. Говорит, о, там про этого пастыря, вы что-то знаете? Он сто процентов про него что-то знал. Он сказал, а вы что думаете? А что вы думаете? Знаете, уже никто ничего не думал. Уже никто ничего не думал. Знаете, люди очень часто с радостью поддерживают какой-то гнилой разговор. И наоборот. Вещи, которые касаются писания, служения, веры, Бога, они их не поддерживают. Им это неинтересно становится. Библия говорит, кто будет чист от всего, тот станет сосудом в честь. Годным на всякое доброе дело. Понимаешь, после тебя должны оставаться добрые дела. Добро. Как узнать, проклятый человек или благословенный, после него должно оставаться добро. А не зло. Пересорил всех, перегрызлись. Те ушли, те отступили, те у мир ушли, те согрешили, те упали. Что такое? Ну, вот так вот. Годным на всякое доброе дело. Знаете, перед нами еще тысячи добрых дел, которые надо сделать. И Богу нужны сосуды. Ты Богу нужен. Ты Богу нужен. Библия говорит, кто поступит по неправде, тот получит по своей неправде. Понимаешь, за каждый грех своего языка мы что-то получаем. Так само, как за каждое исповедание своего языка мы тоже что-то получаем. За Слово Божье ты что-то получаешь от Бога. За проповедь свою ты что-то получаешь. За увещевание ты что-то получаешь. За наставление ты что-то получаешь. Не думай, что... Библия говорит, от плода уст насыщается человек. От плода уст. Люди связали себя узами своего языка. Связали. Помните этого парня, которому дали 32 килограмма серебра? 32 килограмма серебра. Тон. И хозяин сказал, употребив дело, тот, который 5 получил, сделал что-то. Тот, который 2 получил, тоже что-то сделал. Этот пришел, говорит, на тебе твое. Он говорит, почему ты не употребил? Он говорит, потому что ты человек жестокий. Ты собираешь там, где не сеял. Господин ему говорит, что ты сейчас сказал? вот так будет с твоей жизнью. Я буду для тебя господином жестоким. От этого лидера, от этого пастыря, от этого служителя, от него толку не добьюсь. Точно. Не добьюсь. как ты сказал? Он сказал, твоими устами буду тебя судить. Вот принцип, понимаете? Вот принцип. Бог судит устами. Нашими устами. в книге пророка Иеремии написано, не говорите слова тяжесть от Господа. Потому что человек, который скажет тяжесть от Господа, для такого человека тяжестью будут сказанные им слова. Понимаешь? Сказанные им слова. Когда я был в Писедческой церкви, и ни в коем случае не осуждаю, в Писедческой церкви очень много хороших людей, слава Богу, за них они пронесли Евангелие через многие годы, через служение. Вообще, ну, когда мы мы должны наблюдательными быть. Я зашел, я смотрю, сидят люди, молодые люди среднего возраста. Все беззубые, седые и больные. Я прощаю внимание, думаю, почему все больные? Знаете, вот у нас, ну, по крайней мере, на первых рядах. Все такие сидят, может, и нездоровые, но, по крайней мере, выглядят так. По крайней мере, весь дрожу, фасон держу, да? у меня вопрос сразу возник, почему? Знаешь, когда ты 20 лет верующий, и 20 лет ты говоришь, Бог накажет, Бог, а, 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 и пророчества такие, так говорит Господь, накажу, пройду шезлом, ха-ха-ха-ха-ха-ха, шезлом пройду, истреблю, и ты 20 лет это слушаешь, вот это все слушаешь, 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 Ну, слушай, естественно, настроение это не добавляет. Да? Ты опутал себя словами своих хвостов? Одного парня встретился в церковь. Говорю, ты где был? Я тебя сто лет не видел. Отличился. Говорю, что случилось? Упал в колодец, позвоночник сломал. Ужас. Я говорю, зачем? Говорит, это Бог меня наказал. Говорю, зашел. За то, что я папу не слушал. Говорю, тебе 40 лет. В 40 лет папу слушать не надо. Если бы дети слушали родителей, то мы бы до сих пор на ослах ездили. Я говорю, мы на ослах бы до сих пор ездили. На конях. О! Поехал в Павлоград. Коли придешь? В середу. В Библии не написано, что 40-летние дети должны слушать 60-летних родителей. В Библии написано, что почитать их надо. Почитать. То есть, почитать. Ой, мама. Папа. Ау, я вас почитаю. Все. А слушать надо здравый разум. Все. То есть, я говорю, ты действительно считаешь, что из-за того, что ты не послушал 60-летнего папу, Бог взял и сломал тебе позвоночник. У нас разное представление о Боге. Я так о нем не думаю. Плохо. Вообще, это грех о Боге думать плохо. Скажите себе, грех думать о Боге плохо. Не думай о Боге плохо. Да. Грех о Боге думать плохо. О Боге надо хорошо думать. Он же тебе ничего плохого не сделал. Аминь. Думай о нем хорошо. И говори о нем хорошо. Хорошо. Поймите, друзья. Наша вера выражается в наших словах. Вот почему Библия говорит, если ты будешь чист от многословия, пустословия, клеветы, лжи, опрометчивости. Тогда ты станешь сосудом в честь. Бог тебе доверит говорить свою правду. Свою правду. И ты будешь говорить эту правду. Просто говорить. Она будет работать. Она будет работать в жизни людей. Поймите, правда это не просто болтать, что хочешь. А я вам всем правду скажу. Это не просто болтать, что хочешь. Правда это то, что связано с Богом. Бог говорит, небо и земля пройдут. А вот слова мои, правдивые мои слова, они вечные будут. Они будут вечные. Они никогда не кончатся. Они никогда не пройдут. Знаете, мы живем в маленьком городе. Наши слова, они вот так летят, вот так. И все знают уже. Все знают. Что ты сказал? Знаешь, когда я вижу, когда я вижу людей, чьи дети не верующие. Я понимаю, причин может быть миллион. Миллион причин может быть. Миллион. Миллион. Почему человек не верующий? Проклятие может быть. Колдовство может быть. Может быть, что хочешь может быть. Но одна из причин, когда родители, приходя в церковь, приходили домой и рассказывали о ней что-то плохое. Рассказывали о пастыре что-то плохое. Рассказывали о лидерах что-то плохое. Они создали дома атмосферу. Да, я понимаю. Я понимаю, этот процесс, его прошел каждый. Когда ты приходишь в церковь, Бог одевает на тебя розовые очки. И ты на всех смотришь через розовые очки. Ой, такие хорошие. Такой лидер прославления. Такие музыканты. Такие. Такие. И человек вот так вот на все смотрит через розовые. Такая ячейка. Такие люди добрые. Ой. Потом какой-то период проходит. Все. Розовые сняты. Как я раньше не видел. Лицемеры. Обманщики. Ну, ничего. Я докажу правду. Я ее найду. Я добьюсь. Слушайте. Начинается с чистоты. Знаете, если бы ученики начали обсуждать Иисуса, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Иисус в храм зашел. Бич сделал. Побил, короче, всех, представленных. И этот, Иоанн, ну, как молодой человек такой. Снял бы его. И в Ютуб выложил. На следующий день миллион просмотров. Это ваш пастырь. Ваш пастырь это да. Это ваш пастырь бьет. Ужас. Все. Иисус говорит. Не будете есть моей плоти. Плоти моей есть не будете. Не будете пить моей крови. В царство Божие не войдете. Никто даже не спросил. Знаете, мне кажется, вот если бы Иисус тут бы сказал так. Если бы вы меня не съедите, у меня не выпьете. Подожди, Господь, уточни. А когда мы тебе есть будем, это жареное будет мясо или... Ты какой имеешь в виду кровь? Они молчат. Сгори в забор, горы и хата. Что скажешь, Господь, то и будем. Ты что только... Куда ты нас... Ты нас с двумя рыбами посылал кормить пять тысяч человек. Ты нас посылал в рыбе внутри искать деньги. Ты, короче... Ты нас... Куда только ты нас не посылал, все было непонятно. Скажешь, есть. Съедим. Скажешь, выпить кровь твою. Ты прилагаю кровь. Выпью кровь, все. Они научились молчать. Ну, сейчас я этого не понимаю. Зачем мне об этом говорить? О том, чего я не понимаю. Зачем мне опрометчиво судить? Да. Когда Иисус на гресте висел, когда кровь текла с ран, когда его тело рвали на части, рвали вот так, разрывали тело на части, все посмотрели и поняли, что это значит. Все поняли, когда его кровь пролилась, все поняли, что без пролития крови не бывает порошей. Все поняли, что это значило. У всех появились правильные мысли, а так их не было. Ну, знаете, можно было разрушить, как эти 70. Они сказали, что за бред вообще? Что за бред вообще? Кто это может слушать? И ушли. Зачем вы это сказали? Вы между Иисусом и собой построили стену? Как чем? Как? Как? Своими словами. Я иногда смотрю на некоторых людей, как они бездумно разговаривают. Боже мой. Направо, налево. И ты не понимаешь. Что вот этими своими словами ты уже наполовину разрушил свою семью. Вот этими словами ты разрушил свои отношения с детьми. Этими словами ты отделил себя от церкви. от этой церкви. В которой ты можешь быть и спасен, и исцелен, и благословлен. Меня иногда удивляет, когда кто-то приходит и говорит, пастор, я хочу попросить прощения. Он тебя обсуждал, на тебя обижался. И ты думал, за что? За что? Как Иисус говорит, за какое из добрых дел? За какое? Поймите, это не в человеке проблема. Это дьявол, который обманывает всех. Да? Обманывает всех. Он втягивает человека в свою тему. Он понимает. Нельзя человека заставить сегодня сделать убийство. Но можно человека заставить говорить плохие вещи. И все. Начни говорить плохие вещи. Начни говорить плохие вещи. И ты свяжешь себя. Говорит, ты опутал себя. Знаете, проблемы языка есть у нас у всех. Амэн. Библия говорит, кто не согрешает в слове, тот человек совершен. Но совершенных людей, наверное, нет. Но это не значит, что если совершенных людей нет, то а, ну, совершенных людей нет. Меня больше всех раздражает вот это, когда мне кто-то говорит, я такой, какой я есть. Павел говорит, я забываю заднее, иду вперед. Неизменный только Бог. Аминь. люди должны меняться. Лучше скажи так, я не такой, каким я хочу быть еще. Я еще не такой. Но я стремлюсь. С чего начинается? Знаете, любая болезнь, ее лечение начинается. с постановки диагноза. Да. Диагноз надо поставить. Пишется диагноз. Знаете, если ты сегодня себе диагноз не установишь, завтра, может, такого глубокого исследования не будет. Да. Сегодня это глубокое исследование. Для того, чтобы ты сам себе поставил диагноз. Нуждается ли твой язык в исцелении и в изменении. поставь себе сам диагноз. Знаете, что говорит Библия? Первое послание Иоанна написано. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, если исповедуем грехи наши, то он, будучи, верен и праведен, простит нас грех и очистит. Три вещи. Исповедуем, простит, очистит. Ты хочешь иметь чистые уста? Да. У нас в Украине даже говорят так о некоторых людях, говорят, о, там в роте черных. Черноротый, говорят. Чистые уста можно иметь. В Библии знаете, как написано? Написано, уста их открытый гроб. Не дай Бог, не дай Бог, представь, гроб выкопали человека, он там, 10 лет пролежал, и открыли его. Я всегда думаю, как люди вот такие профессии выбирают. Ужас. Уста открытый гроб. Открыл как в этих фильмах ужасов, знаете? И там эти комары, какие-то мухи оттуда, какие-то тараканы. Слава Богу, что мы Библию еще всю не экранизировали. В книге Откровений написано, что из уст лжепророка выпрыгивали жабы. Представь, он говорит, и жаба попрыгивал, да? Вот вспоминай это все. Когда брехать будешь? Вот так вот, пусть у тебя такая картина сразу маслом. Картина масла. Рисуется. Ты рот открыл, и жаба и побежала. Как только начнешь какую-то ерунду говорить, рот открыл, и жаба поскакала. Из уст наших должен выходить меч обоюдоострый. Амэн! Который есть Слово Божье. Меч это Слово. Меч это Слово. Я очень хочу, чтобы в Новом году мы были людьми с чистыми устами и с чистым сердцем. Да. Библия говорит, исповедуем. Помните, как Исаия? Исаия. Он видел Господа. И он сказал, я человек с нечистым сердцем, с нечистыми устами. Знаете, он исповедовал. Он исповедовал. Он не просто сказал, ну я нормальный парень, слава Богу, я вот это вот всегда, вот видишь, Бог меня посетил за мое смирение. Он сказал, не, 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 я вижу Господа, я человек с нечистым сердцем, нечистыми устами. И знаете, Господь увидел его признание, простил и очистил. Уголь приложил кустам. Уголь. Уголь. И очистил. Давайте закроем свои глаза. Если ты чувствуешь, что что-то одно из этих пяти вещей, пустословие, многословие, клевета, ложь, опрометчивость, есть в твоих устах, есть в твоем языке, обратись к Богу сегодня, скажи, Иисус, прости меня, прости меня, прости. Продолжение следует...